Михаил Борисович, я певчий храма княжства Зимира. Здесь много лет уже здесь, как бы, являюсь прихожанином. И начинали мы, когда наш храм строится, как раз на том месте, где сейчас ведется строительство воскресной школы. Раньше это было бы наше подспособленное помещение для того, чтобы пока не построиться храм, мы могли бы совершать там службу, богослужение. Там практически я, собственно, в церкви появился впервые, и в храм пришел. Именно благодаря вот этому маленькому приспособленному помещению и службам, которые проводились там. Раньше там, конечно, было маленькое типа кафе, потом типа склада, потом все было заброшено, бездарно, все поломано. И только когда появился уже храм и приход, начался какая-то такая у нас приходская жизнь. И вот сейчас получается так, что старое здание из храмовы практически уже было сломано. И ровно на том месте, ни в границах, никуда ни вправо, ни влево, было принято решение построить воскресную школу для всех жителей, не только для православных, а тоже для любых конфессий, любых желающих, с бесплатными кружками, с бесплатными там какими-то нашими занятиями, для любых людей, вплоть до того, понимаете как. И поэтому не думай, что какое-то это испортит территорию каким-то образом. Наоборот, после храма в этом помещении уже не было строить ничего, не сделать же по новой склад. Мы уже проходили 70 лет назад годы советской власти. И поэтому решение как раз не делать пустырь, а наоборот построить что-то полезное для всех, я считаю, очень хорошая тема. Надо как раз помогать, а не противиться. Меня зовут Светлана Викторовна, я медитация медицинской инвестиции, медитация медицинских наук. Живу я здесь рядом, очень часто бываю в парке в детском. Очень рада, что здесь был воскресенье, что хоть кто-нибудь научится здесь, кто интересует его. Конечно, здесь планируется много кружков, развивающихся возможных секций. Для всех детишек нельзя было с вами. Очень хорошо, что школа будет рядом с детской площадкой. Мы поиграли на площадку, пошли бы занимались, там рисованием, пением. Снова пошли на площадку, это очень удобно. Это было бы просто замечательно. Я думаю, вот это вот такое начало положительное, что детей сразу же возле игры научат тому, что что-то плохо. Огромный плюс. Я знаю, что в воскресной школе здесь, в которой существуют эти дети в полярчике храма, учатся дети как здоровые, так сказать, ночные возможности. Там будет, естественно, они гораздо удобнее. Учатся они все вместе. Это тоже большой, очень положительный момент воспитания у детей вот этого положительного отношения, сострадания, милосердия, потому что кто слабее, равные возможности у всех. Это понимание того, что они такие же, как остальные люди. В общем, плюсов я же очень могла в том, что будет воскресная школа, что здесь будут развивающие кружки. Прямо здесь, детском парке, бесплатные кружки. Для всех, естественно, Минск. В конечном итоге снимется все, после постройки все уберется, дорожки вокруг деревьев на насаде. То есть люди испугались сейчас, что они привыкли здесь гулять. А сейчас все перегородили, люди думают, что так и будет. Так не будет. То есть в воскресной школе построится, все заборы, все эти заграждения, все это уберется. Дорожки восстановятся, деревья, цветы, новая детская площадка планируется так же. То есть все будет гораздо лучше, чем было до этого. И на эту тему уже ведутся очень большие работы, и это заметно. В частности, примера, в принципе, когда был гаражен. Вот, например, в Ахрунский храм тоже кричали, а туда-сюда. А потом теперь прекрасный парк, там прекрасный площадь, туда, со всего района ходят. И все открыто для всех дверей настишь. Ну, не хотите там, допустим, закон Божий изучать, никто силой не засоветовляет. Вы можете не посещать любые занятия, какие угодно. Это на усмотрение, собственно, родителей и пожелания детей. Допустим, какие-то музыки там, допустим, там, может быть, рисование. Музы, рисование, спектакль делают. Планируете библиотека. Опять же, для всех. Не для кого-то отдельно, не для храмовых детей, а вообще для всех желающих. Это внезапность. Меня зовут Денис Витальевич. Я вот житель Крыминского района, также являюсь. Вот честно, хочу сказать, что я был бы очень рад, если в моем детстве была уже такая воскресная школа. Потому что сюда я хожу с детства, здесь были с родителями. Сейчас я папа, у меня есть семья, и мы ходим с сыном сюда также играть. И я был очень рад, когда я впервые увидел еще только стенд на той вот как раз территории, где сейчас будет строиться воскресная школа. И мы с семьей очень обрадовались. Потому что мы сразу знали, что наш сын пойдет именно в эту воскресную школу. Хотел бы еще также отметить, потому что есть и знакомые, и людей разных видели детей, да, что есть семьи, в которых, ну так скажем, в котором трудно все-таки оплачивать какие-то развивающие кружки. То есть здесь очень важно, что они будут бесплатные. Что каждый абсолютно неважно от вероисповедания сможет ходить как раз-таки в эту воскресную школу. И я вижу, что это очень хорошо и огромный плюс. Тем более, как изначально, да, было нарисовано, вот именно о том, что сразу видно, что здание-то будет открыто, то есть никакого забора не будет, как сейчас. Уже мы радуемся, потому что сын играет вот на новых площадках, которые рядом уже начали обустраиваться. И уже видим, насколько изменился вообще парк. Он меняется, и меняется к лучшему. Я уверен, что эта воскресная школа также будет большой радостью для многих-многих детей. Наветы на хорошее дело всегда были, еще и Христа тоже поливали грязью. Так что это нам не впервые. Дело в том, что посмотрите, как у других, у Троицких собор, тоже кричали. Вот загородили, сделали все, церковники там все за себя оттяпали территорию, все ходили. Ну все, ходили, пили на этих лавках и спирнословили. А теперь посмотрите, какой там превосходный парк. Все открыто, все дорожки, все ходят, все только развиваются. Многие люди просто не понимают, что это будет. Когда человек не знает чего-то, да, то есть какой-то вещи, не знает какой-то информации, ему трудно воспринять. Ему кажется, что это будет мешать. Если кто-то другой, да, вероисповедание, или сейчас по каким-то причинам не ходит в храм, там, или еще что-то. Конечно, наверное, трудно понять то, что вроде бы было открытое помещение, ну, то есть открытая площадка, где бегали здесь, и сейчас вдруг закрыли. Скорее всего, ну вот, как встречали мы тоже и разговаривали с другими людьми, вот, естественно, боятся, что будет закрыто все, что будет только забор стоять.